Еще раз об аварийности на Ивановских дорогах поговорили в областной думе. На повестке дня темы самые разные. В ближайшее время заработают камеры, фиксирующие нарушения скоростного режима. Если быть точнее, то камеры и работали все это время. А вот денег на почтовую рассылку так называемых писем счастья не было. Сейчас на это уже выделили 3 миллиона рублей. Стоит отметить, что в последнее время количество камер в городе увеличилось. В городе они уже все стоят, в том числе новые точки подключения, я уже и говорил, это и Парижская коммуна, и ряд Горка, соответственно, и ряд других мест на Кохунском шоссе. Поэтому сейчас вопрос, еще раз говорю, идет чисто технические проработки и запуска этих камер, соответственно, в виде фиксации. Одна из важнейших тем на повестке дня – новые законодательные инициативы региона в отношении пьяных водителей. Премьер-министр Дмитрий Медведев предлагает ужесточить наказание следующим образом. За первую остановку в пьяном виде – штраф в размере средней стоимости авто. Для тех, кто не понял, за повторное нарушение – до 7 лет лишения свободы. Ивановские депутаты инициативы экс-президента поддерживают. Кроме того, предлагают водителей, которые отказываются от медицинского свидетельствования, расценивать как пьяных. Увеличить штрафы для тех автовладельцев, которые не останавливаются по требованию сотрудника дорожной полиции. Мы предлагаем ужесточить требования к человеку, который в случае, находясь в нетрезвом состоянии, причинил вред здоровью человеку. Мы предлагаем ужесточить меру уголовного наказания до 7 лет лишения свободы. Документ с законодательными инициативами депутаты передали члену Совета Федерации Валерию Васильеву на дальнейшее рассмотрение. Правда, в перечне ужесточения не вошла еще одна здравая идея – увеличить штраф за перевозку детей без специального удерживающего кресла с 500 рублей до 57 тысяч рублей. То есть сравнять штраф со стоимостью самого устройства. По вине родителей, которые до сих пор экономят на детском кресле, в этом году погибли уже семь детей.